Привет, я великий вейпер! И сегодня мы с вами будем вновь смотреть на всякие новенькие продукты из мира вуйпинга. И сегодня мы с вами вновь посмотрим на одноразочки. Снова от ребят из компании Квант. Собственно, это уже аж четвертый продукт, на который мы от этих ребят смотрим. Но я думаю, на самом деле это тоже будет годно. Здесь у нас просто еще больше затяжек, чем в прошлых обзорах одноразочек, так сказать, на которые мы смотрели. Кстати говоря, ссылочка здесь где-нибудь сплывет на прошлый обзорчик. Можете, я тоже гляну. Там были одноразочки на 2600 и на 1500 затяжечек. Но сегодня же мы с вами будем смотреть на королевские, можно прямо сказать, одноразочки. А все потому, что они аж на целых 5600 затяжек. Это реально, ну, очень много. Реально, ну, это типа хватит на месяц, может, даже. Коробочки от них выглядят следующим образом. Это у меня вкус кофе. Интересный, кстати, вкус, он, на самом деле, очень редко бывает, собственно. На переднем плане коробочки у нас и есть логотип компании, также их название. Также написано название данных одноразочек. Это Galaxy, они у нас называются. Галактика, 5600 затяжек. Вкус также написан, изображена сама одноразочка. Кстати говоря, здесь изображена именно одноразочка, какого она у нас будет цвета внутри. Потому что все одноразочки тут у нас разные по цвету. Ну и также такая предупреждающая надпись у нас здесь присутствует. Собственно, здесь у нас будет 20 мг никотина. Емкость батареи 850 мАч. Насколько я понимаю, есть Type-C зарядка. Да, вот здесь нам об этом написано. Разъем для батареи Type-C. One Galaxy обладает самым большим объемом жидкости среди одноразовых систем доставки никотина. Ну, давай посмотрим. 18 мл. Ну, тоже довольно много, но в драг-барах столько тоже было. В каких-то там драчках точно обо мне было. 18 мл. Но прежде, наверное, чем мы их начнем распаковывать, смотреть, что у нас тут вообще да как. Давайте, наверное, вот возьмем такой вот блокнотик. У меня тоже есть. От этих же, собственно, ребят из Квант. И посмотрим, что они тут у нас вообще пишут про данные одноразочки. Собственно, вот. Я даже их с первого раза открыл. Вот они. Запас жидкости 18 мл. Компактный корпус для класса устройств, рассчитанных на более чем 5000 затяжек. Ну, посмотрим. Это еще будет видно. Разъем для подзарядки на основе технологии нового поколения Type-C. Вот, нового поколения самое главное написали. Как я и говорю во всех обзорах, то что Type-C это как бы наше будущее, можно сказать. Собственно, что у нас тут еще? Технологии испарителя нового типа мешкою, работающие при сопротивлении 1 Ом. Обеспечивают максимально плотно пара, насыщенный вкус, стильное, богородное металлическое покрытие системы. Огромный выбор из 20 разнообразных вкусов. 20 вкусов в целом. Вот это, наверное, реально то, чем меня больше всего ребята из Квант удивляют. Тем, что у них в каждой линейке, ну, реально вот под дохеренища просто в вкусах. У них там очень много вкусов. И это, ну, не может не радовать на самом деле. Вот здесь вкусы, еще вот здесь у нас вкусы. Также есть одноразочка в разборе. То есть тут вот такие вот более уже характеристики технические, можно сказать. Также можете почитать, посмотреть. Ну, а мы с вами, наверное, уже давайте будем пробовать, что у нас тут вообще, собственно, у ребят получилось с этими одноразочками. Всего у меня тут вообще есть 5 вкусов. Ну, и такие вот коробочки, кстати, вот такие. Увесистые достаточно. Но попробуем мы сегодня 3 вкуса. Ну, и затем как бы уже решим, стоит данные одноразочки, так сказать, своего или нет. Попробуем, наверное, именно вот такие интересные вкусы, которые, типа, вот вкуса сочетания именно редко попадают. Ну, и начнем мы, наверное, давайте с апельсин, манго, арбуз. Потому что реально интересное сочетание апельсин, манго, арбуз. Потому что, ну, вот именно во вкус с манго. По-моему, я арбуз с манго, ну, по крайней мере, я очень давно не пробовал. Давайте распаковываем же стандартно для данных, ребят, инструкция. Да, у них, конечно, идет инструкция. Я этому первый раз был очень удивлен. Особенно в первом обзоре. Здесь у нас, да, вот такая вот кван, пользовательское соглашение. Ну, здесь, по сути, не совсем даже инструкция. Инструкции здесь, ну, вот столько, типа, совсем мало. А в основном тут, как бы, вот такие надписи, типа, кому это запрещено, там, ну, и так далее. Больше у нас в коробочке ничего нет. И присутствует вот такой вот пакетик. Пакетик, кстати говоря, брендированный. К вам в Galaxy написано оранжевый, как сама будет одноразчика. Пакетик такой довольно большой. Но одноразчика, кстати, не такая-то и большая. Ну, фиг знает. Будем смотреть. Собственно, давайте распаковывать. Из коробочки сразу пахнет, блин, очень непонятно. Не знаю, у меня как будто какой-то отголосок выпечки, я не знаю, в голове. Они меньше, чем я думал, честно говоря. Думаю, они будут чуть побольше. Они вот такие вот тут. Они, ну, довольно-таки маленькие, на самом деле. Написано вкусно одноразчика. Оранж, манго, ваттермон, что хорошо. Кванд, Galaxy. Также присутствует надпись. Здесь у нас внизу такая вот шучка для того, чтобы оторвать все это дело. Здесь у нас под ней Type-C. И две дырочки под затяжечку. Сама одноразчика, насколько я понимаю, сделана из металла. То, что тут такое шелушение. Но, правда, мне кажется, от ключей каких-нибудь она все равно будет царапаться. Собственно, наверху одноразчика у нас, понятное дело, есть вот такая вот пимпочка. Кстати говоря, мы не рекомендуем выкидывать. Я никогда как бы не рекомендовал ее выкидывать. Потому что, ну, как бы у тебя в кармане там всякая ересь может сюда набиться. А так ты, опа, закрыл и все как бы хорошо. Собственно, давайте, наверное, ее вытаскиваем и будем тестить. Смотреть, что у нас тут, ребят, получилось. Но она реально, кстати, легкая. Для одноразки на 5600 затяжек она, ну, в самом, довольно легкая. В общем, погнали пробовать. Тянется, кстати, она довольно-таки туго. Что, на самом деле, несущественно для одноразчиках намного затяжек. Потому что, на деле, они обычно тянутся, ну, так, довольно-таки свободно. Это же тянется довольно туго. И, в целом, мне это лично нравится. По поводу вкуса могу сказать, что это что-то странное. Ну, прям вот реально странное. Я не знаю, как это можно описать. Пахнет реально как будто вот какая-то выпечка. Я не знаю, как будто, вот знаете, какой-то пончик, к примеру. Ну, там, я не знаю, там, печенька. Печенье с каким-то вот таким запахом пахнет. По вкусу нет, нет вкуса выпечки. Но, все равно, как-то очень странно. То есть, вот как будто какой-то привкус вот такой выпечный тут все-таки есть. Хотя тут нет ничего такого. Оранж, манго, ваттермелон, как бы, здесь. Ну, вкус максимально, вот, прям вообще непонятный. Наверное, я могу сказать, что я тут чувствую все-таки манго. Ну, вот насчет апельсина, арбуза, ну, это очень спорно. Ну, то есть, какой-то вкус, ну, вот, не совсем, на самом деле, понятный. Ну, как бы, он не прям плохой. Я не могу сказать, что он прям вообще никому не понравится. Как бы, скорее всего, очень многим из вас он вполне зайдет. Но, вот, лично я, ну, я не знаю, как его вообще можно описать. По никотину, наверное, стоит сказать то, что здесь нормальная такая двадцатка. Она даже покрепче, чем двадцатка ощущается. То есть, где-то, ну, на миллиграмм 30 она ощущается. Может быть, даже на 35. Двадцатка тут довольно-таки крепенькая. И, в целом, как бы, на пара, так сказать, такого хватает. И напаривает она где прям так, ну, вот, хорошо. Следующий же вкус, наверное, давайте возьмем не такой странный замудренный. Потому что тот, честно, я вообще не знаю, как именно описать. Давайте возьмем манго-маракуйю. Такой классический микс. Но, в целом, я думаю, вот именно манго-маракуйя будет именно неплохой. Собственно, достаем пять упаковок. Она, кстати, тоже оранжевая. Что я могу сказать, наверное, минус для ребят. Потому что, ну, сделайте вы разные цвета для одноразочек. Чтобы хоть какое-то различие было. Хоть какой-то оттенок, знаете. Ну, типа, один более оранжевый, другой менее оранжевый. Ну, то есть, вот даже можно тоже сделать оранжевым, но немного иначе. Потому что вот именно два одинаковых цвета не очень хорошо. Потому что, вот, как видите, он абсолютно такой же. Это, кстати, пахнет уже круто. Не пахнет чем-то выпечным. Это пахнет прям уже хорошо и очень понятно. Вот это прям прикольно. Это вроде как классическое впечатание. Ну, вот, как бы манго-маракуйя. Это прям очень классическая вещь. Но, вот здесь, это не прям совсем как классика по вкусу. Потому что здесь манго, он такой сладенький. А маракуйя, она такая немного кисленькая. Может быть, горечь даже какую-то дает. Вот это прям прикольно. Но я бы такой себе вкус, на самом деле, взял на постоянку. Потому что я люблю такие немножечко горькие, кисленькие жидкости. Перейдите на заметку. Реально вкус интересный. Это не прям классический микс, как я его именно ожидал. Но он меня не разочаровал вообще. То есть, реально микс очень даже неплохой. Следующее же, что мы попробуем, это кофе. Кофе, кофеек, собственно, потому что, ну, вдруг ты кофе с утра не выпьешь, попаришься, а то кофейка. Ну, ладно, на самом деле, просто потому что этот вкус очень редко встречается где-то. И этот вкус, наверное, последний раз я парил, ну, года два назад. Именно в жидкости даже, а не в одноразках. В одноразках я такого вкуса, может быть, пару раз и встречал, но никогда особо не пробовал. Вот этот вкус реально интересно затеснить, как он тут у нас у ребят получился. Ого, ну, пахнет прям очень горьким кофе. То есть, он не пахнет, как какой-нибудь латы там капучиной. Он пахнет реально вот как американо какой-то такой, бодренький кофе, можно сказать. Ну, в общем, сейчас дотестим и поймем, какой он на самом деле. В целом, прикольно. Тут есть холодок, который, кстати, даже написан на самом-разочке, хотя вот здесь он не написан. Я бы его написал, на самом деле, на коробочке. Но вот здесь он написан. Это прикольно. Это, знаете, на вкус как энергозы вот эти вот, не знаю, там какой-нибудь баф с кофе взять или что-то вот такое. Ну, в общем, тут есть немного ванильки такой. Кофейный привкус, он не горький, потому что по запаху он прям, знаете, такой горький кофе. Но нет, по вкусу он такой ванильный кофеечек. Ну, прикольно. Я вот именно могу сделать ассоциацию, как энергозы вот такие вот, как айс кофе. Что-то вот похожее реально по вкусу. Но в самом прикольно, годно. Я бы такое, если бы вот именно был любителем кофейных вкусов, я бы такое вполне-таки попарил. Ну, и под конец уж, ладно, давайте попробуем четвертый бонусный вкус, потому что, ну, я говорю, как бы три попробуем. Ну, давайте четвертый так. Бонусом попробуем, попробуем мы лимонную конфету. Конфетка лимонная, интересно. Но, правда, все вкусы лимонные, они очень часто бывают химозные. Вот как раз-таки мы это с вами и проверим, будет этот вкус химозным или же все-таки нет. Собственно, открываем. Пахнет прям как леденцы такие, знаете, как холст. Я вот даже какую ассоциацию могу сделать. Лимонный холст, вот он именно вот так и пахнет. Но если это реально будет так по вкусу, то прикольно. Такое я одобряю, это интересно будет. Ну, сейчас попробуем, узнаем. Он у нас, кстати, тоже с холодком. Здесь у нас написано лимон кэнди айс. Собственно, погнали пробовать. Тут, кстати, есть небольшой тэха, в отличие от кофе, потому что в кофейке вообще не было никакого тэха. Здесь есть небольшой тэха. Но, опять же, во все вкусы с лимоном есть тэха, потому что ароматизатор лимона, он как бы вызывает вот этот вот эффект тэха небольшой. Потому что, ну, как бы лимон, ну, да, он весь тэхашный. Но, интересно. Холодок тут, кстати, меньше, опять же, чем в том же самом кофе. Кофе он прям так пронзает, но не очень сильно, как в предыдущих одноразочках мы, которые смотрели. Пандора они назывались. Там прям вот очень сильный холодок. Там прям такой малазийский кулер. Здесь нет. Здесь приятный холодок, чисто на фоне. Он никак не мешает именно прочувствованию этого вкуса. По запаху, правда, пахнет, наверное, более насыщенно все-таки, чем это по вкусу. Но именно вот в качестве лимонная конфета полностью себя оправдывает. То есть, реально очень похоже на такие, знаете, леденцы лимонные, которые тоже охлаждают. Мятно-лимонные леденцы такие есть. Очень похоже на именно такие леденцы. Но в целом круто. Прикольный вкус. Но на этом же, собственно, все. Мы с вами попробовали сегодня четыре вкуса. И вы, понятное дело, будете у меня спрашивать, стоит ли покупать данные одноразочки или же все-таки нет. Нет, я скажу, что в целом да. Конечно, да. Вот именно ко вкусу апельсин, манго, арбуз у меня есть, ну, вопросы. Потому что вкус максимально странный, непонятный. И ты, ну, вот я не знаю, мне кажется, мне бы его дали попробовать. Я никогда в жизни не понял, что там вообще в этом вкусе должно быть. Потому что, ну, совершенно непонятно. Пахнет как выпечка. По вкусу вообще совершенно непонятная какая-то штука. Ну, в общем, вот к этому вкусу у меня есть определенные вопросы. Остальные все вкусы, они очень даже неплохие. Они полностью соответствуют своему описанию. Они приятные, хорошие. Даже вот кофеек тут вполне очень годный у ребят вышел. То есть, в целом могу сказать, продукт годный. Ну, а на этом же, собственно, все. С вами был Великий Вейпер. Всем пока!